Итак, друзья, продолжаем изучать интересные словари. Второй словарь – это словарь Macmillan. Macmillan Dictionary – это онлайн-словарь. Чем он мне нравится? Ну, во-первых, это англо-английский словарь. Англо-английский словарь. И вы, конечно же, здесь можете увидеть оттенки значения. Не просто перевод, а оттенки значения. Этот словарь дает не очень много значений. И вы буквально не будете завалены множеством значений, вариантов, предложений. Он дает такую разумную, такую золотую середину. Допустим, rest. Вы можете послушать произношение, увидеть транскрипцию. Вы точно можете увидеть это исчисляемое или неисчисляемое. Singular, plural, accountable, uncountable. Есть дефиниция, да, то есть определение the part of something that remains. Дальше, вот, пожалуйста, countable, uncountable. A period of time that you spend relaxing or sleeping after doing something tiring. И что очень важно, вы видите это слово в контексте. Это очень важно для словаря. Показать что-то в контексте. Ну, например, в словаре Multitran он дает вам разнообразные переводы из разных областей совершенно. Но в то же время там очень мало контекста. Ну, его нет, так скажем, да, в этом словаре. Так вот здесь, как и в словаре word hunt, есть контекст. Ну, смотрите. I'm not really hungry. Do you want the rest? Есть предложение. Есть предлоги. То есть, в тех случаях, если данное слово, например, с предлогом может употребляться, это будет rest of. We spend the rest of the day watching TV. Пожалуйста, глаголы. Какие глаголы употребляются с данным словом? Take or have a rest. Это очень важно для того, чтобы вы выписывали слово в контексте. Даже если вы не видите контекста, не можете выписать это из текста или из видео, здесь точно вы найдете. Get some rest. Есть, конечно, очень много рекламы, но, тем не менее, можно на это не обращать внимания. Вы видите также related words, то есть, вот, пожалуйста, глагол, фразы, фразовые глаголы с этим словом. И еще можно нажать больше дефиниции, то есть, вот куча фраз, фразовых глаголов. И вот это очень важная графа. Вот, пожалуйста, это про словарь Macmillan Dictionary. То есть, словарь Word Hunt поможет вам как раз-таки русский перевод узнать, тоже посмотреть слово в контексте. Ввести русское словосочетание, и вы, если оно существует, такой есть на английском языке эквивалент, вы его увидите. Macmillan позволяет вам увидеть оттенки, значения, примеры. Следующий словарь это Urban Dictionary. Вот это словарь сленга. Если вы слушаете там, не знаю, рэп или смотрите какие-то молодежные фильмы, то здесь вы точно найдете то, чего нет в словарях. Здесь точно найдете. Замечательный словарик, но вы понимаете, что он вам нужен в том случае, если вам нужен такая разговорная лексика. Ну, не обязательно сленг, разговорная лексика. И здесь тоже есть предложение. Еще один словарь замечательный, Reverso Context. Здесь все в контексте. Ну, мы вводим одно и то же слово, rest. Все, нам не хватает отдыха, да, поэтому будем работать с этим словом. И здесь вы видите предложение. Здесь вы видите предложение с переводом. Невероятный словарь, и просто для того, чтобы посмотреть, как слово употребляется в контексте, и даже если его нет в Word Hunt или в Макмилане, здесь это слово будет точно. Ну, и заодно есть перевод и части речи. Пожалуйста, на речи существительное. Можно англо-русский сделать, можно делать русско-английский. Тоже словарик невероятный. Ну, и для наиболее продвинутых из вас, если вы хотите разнообразить свою речь, то, пожалуйста, словарь синонимов. Он тоже есть онлайн. Спасибо.